МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Летом 67-го в Израиле никто не сомневался, что вот-вот начнется самая опасная война в истории страны. Объявили всеобщую мобилизацию. Люди торопливо рыли траншеи. Автобусное сообщение было прекращено, весь транспорт отдали военным. Бесконечно заседал Кнесет. Министром обороны сделали срочно вернувшегося из Вьетнама Маше Даяна. Решили сыграть на опережение. Начальник генштаба генерал-майор Ицхак Рабин убедил тогда министров, что Израиль может выиграть эту войну, но потери будут очень тяжелыми. Его заместитель генерал Хаим Барле в советском прошлом Брославский был куда более оптимистичнее. Его фраза «Нитфок, о там хазак, мэр, вэбэ офэн элеганти, мы сделаем их быстро, сильно и элегантно» стала лозунгом. В 7.15 утра, в понедельник 5 июня 1967 года, советские и американские радары засекли израильские самолеты. Они шли низко, не более 10 метров над водой, в сторону Синайского полуострова. Боевые порядки были рассчитаны так, чтобы все эскадрильи оказались над целями в одно и то же время. В течение 170 минут израильская авиация разгромила все военно-воздушные базы Египта и превратила 300 боевых самолетов Насара в пылающий облом. На следующий день в бой пошли танки и пехота. 38-летний генерал Ариэль Шарон имел под своей командой 130 танков. Против него египтяне выставили многократно превосходящее количество тяжелой техники. Сражение было тяжелейшим. На поле боя оказался брат будущего премьер-министра Нитаньяхова. Мой брат попал в страшную переделку. Рядом с ним смертельно ранили товарища. Он попытался его спасти и был тяжело ранен сам. Он лежал под пулями и думал, что это его последние минуты. С большим трудом он смог доползти до наших позиций. Его спросили, как ты? Он сказал, все в порядке и потерял сознание. Шарон разработал хитроумный план атаки. Позднее эта операция была признана вершиной ратного искусства и стала изучаться в военных академиях всего мира. Все египетские укрепления были прорваны уже на второй день войны. В Советском Союзе не могли понять, что происходит. Сначала полагали, что Израилю вот-вот наступит конец и не спешили вмешиваться. Потом поняли, что конец наступает как раз Египту. И председатель СовМИН и СССР Алексей Косыгин резко и зло выступил в ООН. Садача состоит в том, чтобы очистить от захватчиков всю территорию арабских стран, которые израильские войска сейчас временно оккупируют. Сирия, которая четыре дня наблюдала за гибелью иорданской египетской армии, вдруг решила вступить в войну. Закончилось это плачевно. Уже в первые часы израильтяне заняли голландские высоты и двинулись вглубь страны. И когда до сирийской столицы, Дамаска, оставалось каких-то 60 километров, израильские танки заглушили моторы. В день окончания войны я оказался в сирийском военном лагере. Мне нужно было срочно вернуться в Тель-Авив. Я гляделся и увидел черный мерседес какого-то сирийского генерала. Я взломал замок, соединил провода и уехал. В Тель-Авиве я решил подарить этот мерседес своему другу, сержанту. Но утром к нему явились полицейские, потому что увидели у него под окнами в центре Тель-Авива шикарную машину с сирийскими номерами и страшно перепугались. Тем временем израильские десантники уже штурмовали старый город Иерусалима. Танковый выстрел разбил окованные железом створки ворот. Бронетранспортер вломился в арку. Солдаты повернули от ворот налево и ринулись к храмовой горе. У всех захватило дух. Это были первые еврейские солдаты, прикоснувшиеся к стене плача впервые за последние 18 веков. Бородатый генерал в толстых очках Шлома Горин, главный раввин израильской армии, тут же бросился к святыне, чтобы протрубить в победный рок Шафар. Победа в шестидневной войне потрясла не только израильтян. Во всем мире к евреям привычно относились как к нации угнетаемой, как к людям, которых преследуют и заставляют приспосабливаться к условиям тех стран, где им приходилось жить. Теперь же всем и обывателям, и политикам на психологическом уровне пришлось признать, что евреи стали сильными. Евреи стали приводить в порядок завоеванное хозяйство, разрушили арабские дома около западной стены, стены плача, и бульдозерами расчистили перед ней площадку. Эта площадь сохранилась и по сей день. Отставной Бен-Гурион предложил тогда заодно уничтожить и турецкие стены вокруг старого города. Его, слава Богу, не послушали. Кнессет утвердил закон о защите святых мест. Всем дали понять, что Израиль пришел в Иерусалим навсегда. Если сейчас мы примем постоянную границу, это не будет граница 48-го года с разделенным Иерусалимом. Если сейчас мы примем постоянную границу, это будет непоколебимая граница государства Израиль. Маше Даян собрал арабских старшин, Мухтаров. «Мы не просим вас полюбить нас», – сказал он обеспокоенным старейшинам. «Мы хотим, чтобы вы позаботились о своих согражданах и сотрудничали с нами в восстановлении их нормальной жизни». К нормальной жизни стремились не все. Потеряв большую часть своих людей, Арафат бросил свою тайную квартиру в Шхеме и бежал в Иорданию. Оттуда он вновь начал терроризировать Израиль. Время было выбрано удачно. Тогда весь арабский мир жил настроениями реванша. Эти настроения активно поддерживал Советский Союз. Москва наладила воздушный мост в Египет и Сирию. Всего за один год сюда было переброшено огромное количество современного советского оружия. «Мы никогда не капитулируем», – сказал Насар в те дни. «И никогда не согласимся на мир, который означает капитуляцию». В Египет стали прибывать целые подразделения советской армии. Насар срочно сколачивал новую коалицию. Ставшая премьером Голдемейр говорила тогда, «Мы не должны обманывать себя и называть миром и безопасностью то, что приведет нас потом к очередным опасностям и войне». И действительно, в те дни ни одно израильское посольство и ни один самолет компании «Эляль» не были в безопасности. Самолет компании «Сабена» захватили прямо в аэропорту Бен-Гуриона. По иронии судьбы, его освобождали два будущих израильских премьера. «Мы к нему подошли, наряженные в форму обслуживающего персонала, под видом починки самолета. В салоне было больше ста пассажиров, и взрывчатка была расставлена по всему корпусу. Операция длилась 90 секунд. Ворвались со всех сторон. Когда мы молоды, мы не чувствуем опасности. Это сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, как было страшно. Когда мы освобождали самолет «Сабена», в меня попала пуля одного из наших. Она попала в руку, а могла попасть и в сердце». Что же касается Организации освобождения Палестины, которой в 70-м году руководил уже Ясер Арафат, то провозгласив лозунги социального равенства и борьбы за национальную независимость, он снискал любовь советских вождей. И Леонид Брежнев принимал его так же, как Луиса Карвалана или Анжелу Дэвис. В Кремле генеральный секретарь ТК КПСС, председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев, принял председателя исполкома Организации освобождения Палестины Ясера Арафата и имел с ним беседу. Возвращаясь на Ближний Восток, Арафат вел себя не так миролюбиво. Его главные силы были сосредоточены в Иордании, и Арафат решил было свергнуть короля Хусейна и захватить власть в стране. Его люди захватили несколько гостиниц в центре Омана, похитили и убили американского дипломата, ранили французского атташе, изнасиловали нескольких американок. Наконец, 1 сентября Федаина Арафата обстреляли машину короля Иордании. Это стало последней каплей. Бедуинские войска, преданные королю Хусейну, начали страшную войну против Организации освобождения Палестины в Иордании. Сотни палестинских боевиков были убиты, более тысячи попали в плен. Арафат с остатками своего воинства бежал сначала в Сирию, а потом в Ливан. Это было страшное потрясение. Мы потеряли очень важную территорию, с которой удобно было вести нашу борьбу. Наши базы были в Иордании, там жило очень много палестинцев. И вот нас лишили всего этого. Мы могли теперь укрепиться только в Сирии и Ливане. В Ливане люди Арафата стали разводить дикую коноплю, и торговля наркотиками существенно пополняла копилку Организации освобождения Палестины. Кроме того, каждый палестинец, работавший в арабских странах, в Европе или в Америке, отдавал ООП 5% своего дохода. Все это не мешало Арафату слыть социалистам, демократам и борцам за национальное освобождение. СССР денег Арафату не давал, но помогал оружием, техникой и бесплатным обучением палестинских студентов, в том числе и в закрытых военных школах. У палестинской революции было много друзей. Они поддерживали ее с самого момента рождения. Главный наш друг – это Советский Союз, но он был не один. Была Чехословакия, ГДР и множество других стран. В сентябре 1972 года случились чудовищные события на Олимпийских играх в Мюнхене. У израильской разведки МОСАД были общие сведения, что арабы из организации «Черный сентябрь» что-то затевают. К этой информации германские власти отнеслись прохладно. Решили, что Олимпиада – это святое и что никто не посмеет пролить кровь в этой идиллии международного спортивного братства. Посмели. Арабские террористы атаковали Олимпийскую деревню. Убили двух израильских спортсменов, а остальных захватили в заложники. Правительство Голдемейр принципиально не вступило в переговоры с шантажистами. Немцы неудачно организовали штурм. Все заложники погибли, но троих террористов удалось взять живьем. Правда, чуть позже германский канцлер Вилли Бранд обменяет их на заложников с рейса авиакомпании Люфтганза. Голдемейр поставит перед МОСАД задачу выследить и убить скрывающихся на Востоке в Европе террористов. МОСАД выполнил приказ. Выслеживал террористов из Черного Сентября и будущий премьер-министр Эхуд Барак. Как-то для этого ему пришлось переодеться в восточное женское платье. Мы приехали в центр города, где жили террористы. Они специально снимали квартиру в двухстах метрах от полицейского участка. И действительно, каждые две-три минуты там проезжал патрульный джип. Был короткий бой, мы убили трех террористов, и, к сожалению, погибла жена одного из них. Я вернулся домой поздно ночью, переодетым в арабскую женщину, и сразу лег спать. Жена, которая не знала, где я был, проснулась утром, увидела разбросанные женские вещи, нашла в сумке косметику и устроила мне скандал. Тем временем в Египте сменилась власть. Вместо умершего харизматика Насара страну возглавил Щеголь и Банвиван Анвар Саддат. Изменился стиль, но не изменился принцип. Саддат, так же, как и предшественник, хотел уничтожить Израиль. Между египтянами и сирийцами царило полное взаимопонимание. Каир и Дамаск договорились начать вторжение в Израиль одновременно, 6 октября. У евреев это особый день. Йон-Кипур по еврейскому календарю это судьбный день. В этот день они не едят, не пьют, не едут на машинах, не на танках. Большую часть армии распускают домой. Все госвсереждения закрыты. Страна молится в оставление грехов. Вообще, все эти месяцы израильская разведка, армия, политики и простые обыватели жили так, как будто за исключением палестинских террористов все остальные арабы переселились на Марс. Народ расслабился. Психологически это объяснимо. Невозможно всю жизнь ожидать удара. После впечатляющей победы в шестидневной войне евреи потеряли бдительность и их застали врасплох. Обстреливать и бомбить израильтян начали одновременно на юге, на востоке и на севере. Люди метались по улицам в поисках бомбоубежищ. По телевидению выступила Голдемейр. Ошибаются те, кто думает, что мы не извлекли уроки изведения современной войны, кто думает, что у нас нет современных средств защиты. Мы извлекли много уроков. Мы не отдадим ни пяде своей земли. В течение суток Израиль превратился из страны, чья армия считалась самой боеспособной в мире, в страну, которая, сжав зубы, билась за само право своего существования. В эти первые сутки войны судного дня армия Израиля потеряла больше 200 танков и 70 самолетов. Только на следующий день, в полдень, бригадный генерал Ариэль Шарон сумел собрать свою резервную танковую дивизию. Его уже обрадовали, сообщив, что он единственный, кто прикрывает дорогу на Тель-Авив. 14 октября произошло грандиозное танковое сражение, в котором приняло участие около 2000 танков. Очевидцы описывали эту египетскую атаку, как реку, бронитекущую по песку. Это было самое большое танковое сражение в мировой истории, за исключением битвы на Курской Туге. Командующий израильскими танкистами Авраам Мандлер погиб в этом бою от взрыва снаряда. Это был один из самых тяжелых боев, в которых я принимал участие. В течение 10 минут я потерял треть своих бойцов, 15 убитых, десятки раненых. Нас окружила египетская пехота, которая очень хорошо сражалась. Они были в нескольких метрах, мы стреляли из Узи, бросали гранаты. Со мной был еще полковник из разведки, который получил пулю в шею. Кровь хлистала фонтаном. Он развел руками и сказал «не могу больше» и упал в танк. Многочисленная египетская армия была почти окружена и уничтожена на юге. На севере, на голландских высотах, дымились сотни сирийских танков советского производства. У Египта и Сирии уже не было сил воевать. Шарон понял, что египтяне бросили в этот бой весь танковый резерв, и на африканском берегу египетских войск просто нет. Его тяжелые машины переправились на египетский берег и начали наступление вглубь страны, почти не встречая сопротивления. Во время этого броска Шарона ранили в голову. Окончательный перелом произошел 19 октября, когда до египтян наконец дошло, что их могучая наступательная армия полностью окружена, а израильские танкисты находятся в каких-то 100 километрах от Каира. На севере израильтяне последовательно разбили сирийцев, иракцев и орданцев и остановились в 40 километрах от Дамаска. 24 октября война закончилась. Войска отступили на исходные позиции, никто ничего не выиграл. 8 тысяч пленных египтян обменяли на 240 пленных евреев. Всего в этой войне погибли 15 тысяч египетских военных, 3,5 тысяч сирийцев и 2700 граждан Израиля. Мой друг, журналист Рон Бен-Эшат показал мне довоенное фото. Там были все наши друзья, когда мы ходили в поход из Иерусалима до Мертвого моря к памятникам нашей культуры и цивилизации. Все курсанты, и теперь он сказал мне, смотри, только мы с тобой вдвоем остались в живых. В 1976 году в Израиле произошла бархатная революция. Впервые за всю историю страны на выборах провалились левые социалисты и победили правые либералы. 30 лет бессменный глава оппозиции, лидер партии Ликут, бывший подпольщик и бомбист, бывший заключенный советского Печор-Лага, а ныне новый премьер-министр Израиля Минахим Бегин ждал этого часа. Как ни странно, но именно Ястреб Бегин заявил, что готов на конкретные переговоры о мире с любой арабской страной. И вот откликнулся президент Египта Анвар Садат. В обмен на мир я хотел бы получить для Египта все земли Синая без каких либо условий. На заседании египетского парламента 9 ноября 1977 года Садат сообщил, что готов в поисках мира идти хоть на край света, даже в Кнесет. Это было сказано в присутствии побагровевшего от злости председателя ООП Ясера Арафата. Соединенные Штаты вкладывают в руки израильских захватчиков современное оружие. Это чудовищный заговор против палестинцев, народа, которые хотят лишить права на самоопределение и создание независимого государства. Садат обманул палестинцев. Египтяне в свое время поймут, что он обманул и их. Правда, в Израиле никто не верил, что Садат прилетит мириться в Иерусалим. Из-за этого даже вспыхивали драки между весьма солидными людьми. Но Анвар прилетел ровно через 10 дней. Он был виртуозным импровизатором и сразу у трапа на ковровой дорожке под гром духового оркестра сыграл блестящую сцену. Ему пожала руку Голдемейр со словами «Мы таки долго вас ждали». На что Садат ответил «Таки вот пришло время». Пройдет полгода и договор о мире между Египтом и Израилем подпишут в резиденции Кэмп Дэвид в США. Очень скоро израильтяне поняли, что же на самом деле произошло. Бегин окончательно снял угрозу уничтожения государства, потому что без Египта никакая тотальная арабская война против Израиля уже невозможна. Добрые отношения с Израилем никому не сходили с рук. Краснорещивым примером тому стало убийство египетского президента Анвара Садата. 6 октября 1981 года группа недовольных фанатичных военных расстреляла Садата прямо во время парада по случаю очередной годовщины войны судного дня. В 70-е годы организация освобождения Палестины влачила жалкое существование. Сначала изгнание из Иордании потом военное поражение Египта обескровили руководство ООП. Вылазки диверсантов почти прекратились а в Газии их практически полностью истребили. Надо было устраиваться в маленьком Ливане. Там в лагерях беженцев уже жили 100 тысяч палестинцев. Многие из них могли стать новобранцами Арафата. Очень слабое запуганное Сирией правительство Ливана было бессильно хоть как-то ограничить действия террористов. В результате палестинцы настолько укрепились на новом месте, что начали обстрел израильских пограничных поселений из советских Катюш. Арафат прекрасно понимал, что больше никакой арабо-израильской войны за Палестину не будет. Он не собирался переквалифицироваться в управдомы и решил посвятить себя террору. Тем более, что поддержка Советского Союза была щедрой. Из СССР через Сирию Карафату поступили десятки пушек, еще больше Катюш, сотня танков и без числа прочего оружия. Что же касается политической поддержки, то была и она с высокой трибуны съезда КПСС. на Ближнем Востоке сейчас нет войны. Но нет там и мира. Пока израильские армии остаются на оккупированных землях. Пока сотни тысяч палестинцев, изнанных со своих земель, и арабский народ Палестины лишены возможности создать свое национальное государство. Отряды Арафата по численности и оснащенности соперничали с ливанской армией. У ливанских христиан появился свой лидер Башир Жмаель. Он затеял с Израилем хитрую интригу, пытаясь стать президентом Ливана. Жмаелю нужны были союзники и он предложил израильтянам «Вы поддержите меня, поможете справиться с засильем палестинцев и приструнить мусульман, а я, возглавив Ливан, подпишу с Израилем мирный договор». Израиль решил ввязаться в ливанскую авантюру. Для Израиля это было крайне важно наладить нормальную жизнь в Ливане, потому что где бы ни появлялась клика Арафата, всюду развязывалась война. Операцию готовил министр обороны «Ариэль-Шарон». Главная задача уничтожить людей Арафата и обезопасить границу. Идти походом на Бейрут тогда никто не собирался. Вышло иначе. 6 июня 1982 года началась Ливанская война. Быстро выяснилось, что палестинцы воюют на старых советских танках и не могут противостоять бронированному кулаку Израиля. Они быстро отходили к Бейруту. Кто-то бежал к сирийцам, а кто-то переодевался в гражданскую одежду и растворялся среди местных. В середине июня израильские войска полностью окружили западный Бейрут. Ту часть ливанской столицы, где засели люди Арафата. Казалось, что запертому в Бейруте Арафату уже ничто не может помочь. Однако он рассчитывал на своего единственного союзника на время. Арафат знал, что во всем мире, даже в самом Израиле, растут антивоенные настроения. Он ждал, когда общественное мнение и советско-американские дипломатические усилия погонят израильтян домой. Когда уже не будет сил защищаться, Арафат прекратит сопротивление, но не сдастся. Он добьется для себя и для своих пропавших бетонной пылью бойцов право беспрепятственно эвакуироваться в Тунис. Сам Ясер покидал Бейрут последним. Израильские снайперы поймали его в прицел. Но из-за уговора с американцами и с ливанскими властями спусковой крючок так никто и не нажал. В Тунисе надо было начинать все сначала. Когда мы ушли из Бейрута, нас раскидало по разным странам. Надо было что-то делать. Надо было спасать палестинскую революцию. Мой товарищ Абуджихад организовал подполье на оккупированных территориях. Он отвечал за все. За акции, за вылазки, за народную борьбу. Израильские команды спроникли в Тунис и застрелили его. Башир Жмаэля, называвшиеся фалангистами, решили мстить палестинцам. Израильские военные разрешили им провести зачистку палестинского лагеря беженцев Шатила и прилегающего к нему района городских трущоб Сабра. Их отряды ушли из Сабры и Шатилы после 40 часов никем не контролируемого разбоя. Когда в квартал прибыли представители Красного Креста, они увидели следы побоища с кровью на стенах, кишками на улицах, с отрубленными детскими головами и трупы, трупы, трупы. Никто толком не может назвать количество жертв. По улицам Израиля шли демонстрации с криками «Бегин убийца! Шарон убийца!» и Шарон ушел в отставку. Израильские солдаты увязли в Ливане, откуда все приходили и приходили сведения о погибших. Эта операция по очистке Ливана от террористов переросла в итоге в затяжную трагедию, растянувшуюся на 18 лет. Мы хотели закончить операцию в течение двух-трех дней, потом в течение месяца другого, а ушли оттуда только через два десятилетия. Днем 8 декабря 1987 года израильский грузовик столкнулся с двумя арабскими микроавтобусами из Газа. Четверых арабов задавило насмерть. Это была случайность, но она стала роковой, поднялся крик. Еврей специально задавил арабов. Так началась первая интифада. Это было восстание людей, вооруженных только камнями, рогатками, коктейлем молотова против одной из самых оснащенных армий мира. Оружия в Газе тогда еще не было. Палестинский мальчишка швырял камень в израильский танк. Кто-то из западных репортеров снял это на пленку. Невольно всплыл библейский сюжет Давид и Голиаф. Только Давид уже не был евреем. Интифаду начал не Арафат. Только спустя восемь месяцев с начала восстания он понял, что может им воспользоваться. Ему надо было торопиться, потому что у него появились конкуренты. При всей любви к Аллаху ООП все же была светской организацией. В 70-е годы Арафат больше подражал Фиделю Кастро и Чагивари и о религии вспоминал редко. А тут как грибы после дождя возникли сразу две радикальные религиозные группировки. В Ливане Хизбалла, которую выпистывали иранцы и сирийцы, а в секторе Газа Хамас. Они назвали свою борьбу джихадом и под их знамена потянулись бойцы нашего ухода из Бейрута и уже после первой антифады возникло движение Хамас. Оно в общем в антифаде не участвовало. А вообще-то большая часть бойцов Хамас, впрочем, как и бойцов исламского джихада, это все выходцы из нашего движения Фатх. Арафат тоже стал цитировать Коран и уже не снимал с головы куфию палестинский клетчатый национальный платок. Именно за эту вечную куфию советские острословы прозовут его товарищ полотенцев. Он решил не упускать свой шанс, иначе все было бы окончательно потеряно. Это наша обязанность продолжить этот длинный путь. Я обещал своему народу дойти до конца, провозгласить независимость со столицей в Иерусалиме. Арафат стал думать о мире. 9 сентября 1993 года он направил послание новому израильскому премьер-министру Рабину. Он написал, что организация освобождения Палестины признает государство Израиль, подтверждает свою приверженность мирному процессу и отвергает терроризм и другие виды насилия. Рабин тоже думал о мире. Он ответил на следующий день. Он заявил, что правительство Израиля приняло решение признать организацию освобождения Палестины и готово начать переговоры с Арафатом. Мы хотим задействовать всех в нашем народе, кто согласен идти с нами к созданию мира. Это будет единственный путь к безопасности. Это была сенсация. Казалось, 45-летний конфликт народов соседей близок к концу. Соглашение было заключено между правительством государства Израиль и организацией освобождения Палестины. Мы это сделали практически без ведома США. Прямое соглашение между нами и палестинцами. В Израиле долго не хотели слушать про Арафата и его людей. Я же настаивал, что нельзя вести переговоры с исламским джихадом и Хазбаллой, а с Арафатом можно. Рабин тогда поддержал меня. Я солдат, генерал отставки Ицхак Рабин. Я лидер этой страны, посылавший солдат на войну, ответственный за жертвы и погибших, заявляю, что с сегодняшнего дня мы будем воевать только на одной войне. Это война за мир. Историческое рукопожатие Арафата и Рабина и подписание декларации о мирных принципах состоялись на лужайке перед Белым Домом 13 сентября 1993 года. Сотни журналистов приехали, чтобы запечатлеть, как вчерашние враги будут жать друг другу руки. Им и правда казалось, что положен конец кровопролития. Мир это очень сложно. Когда война, народ объединяется. Когда мир, в народе раскол. Когда война, ты воюешь против другого народа. Когда мир, ты воюешь со своим народом. Политик должен уметь делать непопулярные вещи. Нельзя, чтобы политик жил за счет популярности. Я говорю, что популярность как духи, приятно нюхать, опасно пить. Однако мирный процесс все время испытывали на прочность. То арабы, то евреи. Чуть не испортил все некий репатриант из США, военнослужащий, кстати, врач по профессии Борух Гольдштейн. Он решил в одиночку положить конец мирным переговорам. 25 февраля 1994 года утром он взял свою автоматическую винтовку М-16 и отправился в Хеврон к месту пятничной молитвы мусульман. Капитан израильской армии беспрепятственно вошел в мечеть и открыл огонь по молящимся. Началась паника и сумятица. Гольдштейн опустошал магазин за магазином. М-16 когда он прервал на миг стрельбу чтобы в четвертый раз перезарядить винтовку его повалили на пол и разбили голову железным прутом. К этому моменту он успел убить 29 молящихся арабов и ранить еще 125. Он психопат выдавил в отчаянии рабин. Он действовал не в одиночку сказал Арафан. Один человек не может убить столько людей из винтовки. Фанатику еврею ответили фанатики арабы. Через месяц после истории Гольдштейна в апреле прогремел первый взрыв с участием террориста смертника. Он принес бомбу в рейсовый автобус и взорвал ее. 5 убитых 13 раненых. Спустя еще некоторое время еще один террорист смертник взорвал автобус с самого оживленного маршрута в Тель-Авиве. Взрыв прогремел в самом центре города на улице Дизенгов. Ударные силы разрушило здание вокруг. 22 погибших более сотни раненых. В Израиле больше не было безопасных мест. В конце 1994 года Рабину Пересу и Арафату вручили Нобелевскую премию мира. Но мира не было. Что-то с Арафатом не получалось. Он провалился в тот момент, когда из вождя подполья ему нужно было стать вождем страны. Он думал, что государство это продолжение подполья. Правда, для палестинцев он всегда отец народа. Он был с ними в самое тяжелое время, но он ошибся, выбрав дорогу террора. Он бы получил гораздо больше без этого. Придет ноябрь 1995 года. На исходе субботы 4 ноября на площади царей Израилевых в Тель-Авиве состоится многочисленный митинг сторонников мира. Будут выступать Перес и Рабин. Будут хором петь антивоенные песни. Рабин не был уверен, что придет много людей. Это был счастливый день в его жизни. Я знаю его много лет. Он никогда не пел, а тогда вдруг запел. Он никогда не обнимал меня, а тогда вдруг обнял. Расходились уже ночью. Рабин в окружении помощников и телохранителей направлялся к машине. В последний момент я спросил «Ицхак, ты поблагодарил организаторов?» Он ответил «Ой, забыл и пошел сказать спасибо». А я спустился вниз. Убийца был в нескольких метрах от меня. Он мог убить меня, но, видимо, решил, что ему выгоднее застрелить Рабина. Я спустился вниз к нашим машинам и спросил водителя Рабина «Где Ицхак?» Тот ответил «Вот он, позади тебя». И вдруг я услышал три выстрела. К Рабину спокойно приблизился молодой, сухонький, смуглый израилетянин и три раза выстрелил сзади в упор. Смертельно раненого Рабина домчали до ближайшей больницы. Он умер через несколько минут на операционном столе. 23 часа 14 минут были прерваны все программы израильского телевидения. В большую политику вернулся Ариэль Шарон. Его военный мундир давно уже лежал под нафталином в сундуке. Он носил гражданские пиджаки и возглавлял партию Ликут, которой когда-то руководил Минахим Бегин. Шарон понимал, что пришло его время, что общество уже не верит в скорый мир и что все ждут жесткого и упрямого политика. Утром 28 сентября 2000 года с друзьями, сотрудниками и охранниками Шарон вышел прогуляться на Храмовую гору. Он знал, на что шел. Он показал всему свету, кто в стране хозяин. Он стал премьером, но получил в ответ новую интифаду, новые восстания палестинцев. Он применил силу, но в ответ получил террор. Шарон симпатичный человек. У меня прекрасные отношения с ним, но он думает, что силой можно добиться мира. Он думает, что я тороплюсь. Я сказал ему, я старше тебя и я знаю, что такое быть премьером. Ты просыпаешься утром и понимаешь, что вот прошел год, а ничего не изменилось. Еще прошел год, и опять ничего не изменилось. И весь срок пройдет, а ты ничего не изменил. пройдет два года и ничего не изменится. Десятки террористов-смертников убьют себя и унесут жизни многих сотен человек. По приказу Шарона убьют их духовного вождя шейха Ясина и в ответ сотни тысяч палестинцев выйдут на улицы и поклянутся ответить кровью на кровь. Тяжелая техника будет вновь входить в древние города. Чтобы спасти жизнь одних будут обносить огромным то бетонным, а то металлическим забором дома других. И два старика, два лидера этих народов исполненные ненавистью будут считать обиды и с гневом и пристрастием разоблачать друг друга. Ты видишь эту стену? Этот разделительный забор, который они поднимают на наших землях? Пусть строят ее на своей земле, они ведь могут. Стена проглотила 60% наших земель. Она разрезала Иерусалим хуже, чем берлинская стена. Вот эта карта, израильская карта, где они хотят превратить наши земли в гетто. Хотят Хеврон превратить в лагерь, Вифлеем превратить в лагерь, Рамалу превратить в лагерь. Хотят, чтобы Шхем, Джанин, Калькилия, Тулькаром и Иерихон превратились в гетто. Хотят разделить газу на 4 части, разделить стеной церковь Рождества Христова и церковь Гроба Господня. Нельзя позволить убийцам изменить нашу нормальную жизнь. Израиль ведет бескомпромиссную войну с террором. Любыми способами, которые для этого подходят. У нас бывают неудачи, но мы продолжим нашу борьбу и будем поступать так, как нам кажется правильным. Пятидесяти лет истории этой страны другим государствам хватило бы на четыре столетия. Старые вожди народов, живущих здесь, помнят эту историю с первого часа. Они знают друг друга, как знают близких родственников. Но каждый владеет только половиной правды и не желает слушать другого. Их жизни и карьеры близки к завершению, но оборачиваясь назад, они не видят перемен. Сегодня здесь убивают друг друга так же, как пятьдесят, тридцать или пять лет назад. Гений повторения укоренился на Святой Земле. Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор Корректор